Доброе утро, это новости в студии Анна Москаленко и перейду к выпуску. На дороге Алтайская Ая-Бирюзовая-Катунь установили пункт весогабаритного контроля. Эти устройства монтируют в регионе по национальному проекту безопасные и качественные дороги. По словам начальника Алтая Автодора Василия Мотуза, посты весогабаритного контроля способствуют сохранению дорог Алтайского края. Ежегодно должны ставиться минимум два таких поста. В этом году план перевыполнен и до 31 декабря начнут функционировать три автоматических комплекса весогабаритного контроля грузовых автомобилей в движении. Видеокамеры, которыми оснащены эти установки, также могут определить скорость движения, пересечение двойной сплошной линии и измерить интенсивность движения автомобилей на участке. В этом году посевы кукурузы в Алтайском крае заняли более 12 тысяч гектаров. С этой площади аграрии получили около 44 тысяч тонн зерна. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства региона, 10 лет назад кукуруза занимала в крае всего 120 гектаров. Интерес к наращиванию площадей сева обусловлен достижениями селекции и семеноводства. Созданы гибриды с пригодным для Сибири периодом вегетации. Кроме того, аграрии интересуются этой культурой, так как ее урожайность в разы выше, чем у других зерновых. В Барнауле начали реконструкцию печально известной усадьбы Суховых, которую четыре раза выставляли на торги. Здание находится в исторической части Барнаула на улице Молотобольская. Спустя 23 года после пожара сооружение вернется к своему первозданному виду. Подробности в сюжете Алины Пенигиной. Здесь разрушение шло из-за того, что балки, которые межэтажные перекрытия, когда они горели и падали вниз, они разрушили кирпичную кладку. И вот сейчас как раз происходит восстановление из того же старого кирпича, донорского, так его называют. То есть восстановление стен происходит. В таком состоянии в прошлом году торговый дом усадьбы Суховых приобрел Евгений Лишин. Предприниматель увидел строение во время прогулки по улице Молотобольской. Позже он узнал, что здание 1880 года постройки выставлено на торги уже в четвертый раз. Решил приобрести. Стоимость составила 7 миллионов 777 тысяч рублей. На такой шаг Евгения вдохновила европейская практика реставрации. Здесь сейчас много людей гуляет летом и зимой будет, когда новогодние праздники. Я думаю, уместно будет сделать кафе. По другим помещениям пока идет проектирование. Мое желание показать красоту этого кирпича, красоту здания, как оно с минимальными современными вставками. То есть, конечно, это если говорить про стены. Интерьер, да, там что-то современное можно привносить, но сами стены из красного кирпича будут по максимуму сохранены. В планах у собственника сохранить не только фасад здания, но и кровлю, ее цвет и форму. Также владелец в будущем оборудует одно из помещений двойным освещением, которое получат за счет искусственного и естественного света. Внутреннюю часть, внутреннюю планировку заказчик правит изменить в определенных случаях, а исторический облик он должен сохранить. То есть, цель всего этого проекта – это восстановить несущую способность элементов здания, обеспечить его безопасную эксплуатацию и вернуть им исторический облик, чтобы оно радовало горожанам. Здание входит в число объектов культурного наследия регионального значения. Все работы по его восстановлению проводятся по разработанному еще в 2016 году проекту. На первом этапе выполнили противоаварийные работы. Выполняли корректировку инженерного заключения, то есть для этого смотрели все фундаменты, выполняли расчеты и так далее. И вот сейчас, а сейчас выполнят, то есть два блока, два литера этого здания были, ну, просто в аварийном состоянии. Ну, они и стоят, они сейчас в аварийном. То есть нет крыши, росли деревья, трещины, очень много оказалось дымоходов в стенах, в наружных даже. Любые действия, которые происходят в процессе реставрации, они, безусловно, контролируются. Собственник изначально получил задание на проведение этих работ. Вот сейчас в процессе исполнения этого задания, то есть где ему предписано выполнить реставрацию и приспособление этого объекта. Закончить реставрацию владельцу предстоит до 2025 года. К этому времени здание должно стать украшением исторической части города. Алина Пенигина, Алексей Михайлов. Новости. Журнал National Geographic Travelа подвел итоги онлайн-голосования за лучшие туристические объекты и события во всероссийском ежегодном проекте «Сокровище России». Алтайский край был представлен восьми из десяти номинаций. Пятерку призеров номинации «Пляжный оздоровительный или рекреационный курорт» открыла Белокуриха. Как отметили в Алтай-турцентре, в финале голосования Белокуриха опередила Зеленоградск, курорт на Балтийском море. Замкнул тройку призеров полуостров Копылова в Самарской области. И на этом у меня все. Хорошего дня. Оставайтесь с нами.